Друзья, всем привет! В этом видео я расскажу о том, как можно запогетить под натяжной потолок в ванной комнате и при этом не сверлить кафель. Ну а также немного о натяжном потолке в ванной комнате. Поехали! Первым делом, перед тем, как вы решите запогетить под натяжной потолком в ванной комнате, естественно, нам нужно уложить кафель на стены. Вы можете сразу выбрать тот уровень потолка, на котором у вас будет опускаться натяжной потолок. То есть подвести кафель именно к тому уровню, где вы хотите, чтобы у вас натяжной потолок начался. Вы можете это сделать самостоятельно, либо нанять специалистов, которые будут это делать за вас. После того, как вы уже определились в тот уровень, на котором у вас будет натяжной потолок, вы можете смело приступать к забогетчиванию. Есть два способа, как это сделать. Первый способ, это не тот, который я предлагаю вам в этом видео, а совершенно другой. То есть в этом способе вы можете не смотреть это видео, а просто начать забогетчивание через кафель. То есть вы можете засверлиться в кафель, забуриться перфоратором и установить багет на тот уровень, на который вы хотите. Но есть несколько минусов этого способа. Во-первых, это значительно усложняет и удорожает вашу работу. Потому что вам нужно будет дополнительно покупать расходные материалы в виде сверлок по кафелю, которые будут очень часто уставать, если вы будете сверлить керамогранит, который у вас будет приклеен на стену. Но также есть еще вероятность того, что вы в момент, когда будете перфоратором сверлить отверстие, также вы можете расколоть кафель, либо кафель может просто отойти от стены от вибрации. Это может произойти в том случае, если вы плохо загрутовали стены, либо использовали некачественный керамогранит. Ну и третий минус данного способа, то что вам придется опустить потолок ниже того уровня, который вы хотели. Ну то есть ниже уровня завершения кафель. Ну а теперь преимущество моего способа, который предлагаю вам я в этом видео. Во-первых, вам не придется сверлить кафель, вам не придется покупать дополнительно расходные материалы. И в-третьих, потолок у вас будет на том уровне, на котором завершилась укладка кафель. Ну то есть потолок у вас останется на том уровне, на котором вы и хотели. Для того, чтобы использовать мой способ в практике, вам нужно будет, во-первых, малярный скотч, во-вторых, штукатурка. Вместо штукатурки вы можете использовать алипастор, либо строительный гипс, но это в том случае, если у вас нет времени ждать, и вы хотите сделать все быстро. Для чего нужен малярный скотч? Скотч мы приклеиваем по периметру ванной комнаты, то есть по самому краю кафеля, который у нас находится наверху. Для чего это нужно? Потому что бывают такие фактуры у плитки, ну рельефные, и штукатурка может просто заполнить поры кафеля, плитки, и потом уже просто вам придется вымывать эту штукатурку из этих вот пор. Но для того, чтобы это не произошло, поэтому я предлагаю использовать малярный скотч. Просто после того, как вы уже нанесете штукатурку по периметру, это где-то 5 сантиметров в высшем уровне кафеля, больше не стоит, потому что смысла нету. После этого вы просто отдираете скотч, и у вас остается ровная, гладкая, чистая кафельная плитка. Ну и либо керамоградий. Как вы понимаете, это нам нужно для того, чтобы уровень плитки и уровень штукатурки был на одном уровне. То есть когда мы будем делать забагетчивание, у нас чтобы багет не провалился внутрь, а находился на одной плоскости вместе с плиткой. Ну после того, естественно, как мы все это заштукатурили, когда у нас это все высорсло, на следующий день, если это была штукатурка, либо в этот же день, ну где-то через час, если это у вас алебастер, начинаем забагетчивание под начинной потолоку. Происходит это все практически так же, если вы будете забагетчивать это все в любой другой комнате в квартире. Определяем уровень, на который у нас должен закончиться багет и начинаем уже засверливаться в стену. Это можно делать перформатором, либо как я, просто закручивать саморезы в штукатурку. Если вы, конечно, сомневаетесь в том, что данный способ эффективный, ну имея в виду то, что саморезы будут держать потолок, то вы можете вместо саморезов использовать дюбель-гвозди. Это уже на ваше усмотрение, так как у меня здесь утяжка небольшая, комната у меня маленькая, поэтому саморезов мне будет достаточно для того, чтобы мне подолок, чтобы багет удержал натяжной потолок и он просто не вырвал его с тех мест, куда он был закреплен. То есть саморезов в этом случае для меня просто достаточно. Ну а если вы хотите уже более жесткую конструкцию, если вы сомневаетесь в том, что у вас это все выдержит, то, что вы используете дюбель-гвозди, ну или другой способ монтажа, который вы предпочитаете. Далее, после того, как мы уже по всему контуру забагетели под натяжной потолок, переходим к установке платформ под светильники. Так как высота потолка у меня от уровня кафеля до бетонного потолка значительная, и мне просто нет смысла устанавливать под вес на такую высокую высоту, я поступил гораздо проще. То есть я от края багета поднялся всего лишь на 10 см и установил туда профиль 27х60. Для чего я это сделал? А для того, чтобы потом к нему я мог закрепить платформы под светильники. Длина комнаты 3,45 см, а длина профиля всего лишь 3 метра, поэтому мне нужно было как-то удлинить. Для этих целей я использовал профиль 27х28. Просто я сделал усиление, ну тем своеобразный костыль. И вот теперь у меня профиль 27х60 стал длиннее на 45 см. Я закрепил его с одной стороны с помощью профиля 27х28 и с помощью этого же профиля я закрепил его с другой стороны. После того, как у меня вот эти профиля уже закреплены к потолку, я могу спокойно устанавливать платформу, протягивать провода, подключать выручатели, газетки, то есть проверять работает ли у меня вся эта система. И после этого уже я перейду к натягиванию натяжного потолка. Как вы видите, у меня здесь очень много углов, поэтому сложность натяжки здесь, конечно, присутствует. Главное в этом деле, естественно, сделать правильный замер натяжного потолка, и чтобы раскроем был тоже правильным. И все, а второе уже дело техники. Постепенно натягиваем натяжной потолок, устанавливаем светильники, подключаем вентиляцию, если она у вас, конечно, есть, ну и запускаемся в работу. Ну и также не забываем еще ставить вставку на натяжной потолок. Но это будет я делать уже после того, как затру плитку в ванной комнате. Но подойдет время я сделаю отдельное видео о том, как вставить вставку на натяжной потолок, и обязательно ее выложим на канале Перестраек 116. В общем, на этом у меня пока все. Я думаю, вам было полезно это видео, вы узнали для себя что-то новое, ну а кто не узнал, для кого это видео просто было бесполезно, то вы можете просто проигнорировать, не ставить лайк и просто закрыть это видео. Ну а кому это было полезно, то ставьте пальчик вверх, не забываем подписываться на канал, и можете написать в комментариях свой способ монтажа натяжного потолка в ванной комнате, может у вас какой-то более интересный и простой способ. Ну и вот посмотрим, рассмотрим, и, может, что-то будет легче, чем я предложил вам сейчас. Ну на этом у меня пока все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.